А че вот вы тут делали, пока нас не было? Вспоминали хорошие бардовские песни, да? Жалко, что мы не с вами провели этот уикенд между отделениями. Вот прислали записку. Во-первых, спасибо, что записка пришла. Во-вторых, спасибо за память. Там просили спеть песню про тараканов, написали, что это песня детства. Вы знаете, да, как-то вот я что-то стал вспоминать. Тараканы действительно детская песня, очень много детей, всегда ее просило спеть. Видно, детям нравится вот это погружение в какой-то такой животный мир. Своих ближайших соседей анекдоты про тараканов, научные исследования про тараканов. Здесь, в гнезде глухаря, произошло в свое время событие, когда мне подарили двух тараканов. Вот таких вот. Это были мадагаскарские тараканы. С домиком подарили, причем я бы сам в таком домике жил, если бы он был, соответствовал моим габаритам. А это началось все давным-давно, когда я только-только придумал эту песню и спел ее в городах Урала. А там тараканья тема, как я понимаю, особенно живо трепещет. Там тараканы, я понимаю, что основной поставщик витаминов к столу. Хитиновый покров, знаете. Ну, просто мужчина вообще, я всегда говорю. Черные усы, такой твердый взгляд. Шестиногий херувим, знаете. И мне почему-то начали дарить в городах тараканов. И обязательно парами. В баночках из-под майонеза, в спичечных коробках. Там такие Свердловские, Челябинские, там Верхнесалдинские тараканы. И все почему-то думали, что я их привожу домой в Москву, значит, и радостно выпускаю их. И потом сижу, пью чай, а они говорят, о, побежал там. Курганский побежал. Отличается, о, какой бойкий, да. Там селекцию проводишь какую-то, даешь. Московскую прописку. Все, что они проводили со мной. Я очень зауважал этих милых, доверчивых существ. Песня, на самом деле, Выше Бегорлышко называется. Я, если соберусь силами, то где-нибудь там ближе к концу, когда уже не жалко будет себя, я спою ее обязательно. Но это натолкнуло на некоторые мысли, что как-то вот какие-то песни, знаете, песни вроде старые, а если их скомпонуешь как-то по-новому, вроде они поются как в первый раз, там, там. Детские песни. Там Леонид Сергеев, детские песни. Песни о тараканах, там, караван, там. Заплыв. Очень детские уже. Да. Нет, заплыв сейчас перешел уже в песню в запрещенную, в санкционные песни, да. Секс-шоп. Вы знаете, я, между прочим, был на том самом мосте, когда женщина заявила, у нас в Советском Союзе секса нет. Я был там, я стоял робко у двери, я только... Не мой вопрос, за что застыл в красных глазах. Вот. И я не знаю, может быть, так по блокам сейчас пойти. Вот детские песни. Какие у нас есть детские песни? Вот, хорошие песни. Вот детские песни. А? Да. А, вот детская песня посвящается моей дочке, да. Когда она была маленькая, сейчас она большая, но посвящается и до сих пор. Да что ж такое-то? Еще раз один. В маленьком укромном уголке, Где-то на окраине души, Посиди немножечко в теньке, Вылезать наружу не спеши. Подожди, пока откроет дверь Кинозал повторного кино, И увидишь только ты, поверь, Сон, который виделся давно. Небольшой, односерийный, Черно-белый и о прошлом, Где все живы и здоровы, И тебе немного лет, И знакомая фигурка, В сарафанчике в горошек, И растерянная память. Это снится или нет? В сонном домке, но всегда весна, Все вокруг смеются просто так, Просто в этом сне им не до сна, Не заснуть весною им никак. И еще умеют все летать, И клянутся помнить и любить, Но никто не будет вспоминать, Но никто не сможет позабыть. Небольшой, односерийный, Черно-белый и о прошлом, Где все живы и здоровы, И тебе немного лет, Незнакомая фигурка, В сарафанчике в горошек, И растерянная память. Это снится или нет? Ее рука в твоей руке, И уж больше некуда спешить В маленьком укромном уголке. Где-то на окраине души, Небольшой, односерийный, Черно-белый и о прошлом, Где все живы и здоровы, И тебе немного лет, И знакомая фигурка, В сарафанчике в горошек, И растерянная память. Это снится или нет? Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот к детским песням Можно отнести, например, Песенку, которую я, в принципе, Пою довольно редко, Но сегодня я хочу с вами Поиграться. Это будет такая интерактивная песенка. Нужно ваше непосредственное Живое участие. Я думаю, что все это у нас удастся. И стройный громкий хор Разношерстных голосов Поддержит. Значит, Дело в том, что В свое время Кто знает эту песню, Пока молчите. Кто не знает, Поднимите руки. О, спасибо. Значит, написал с песней, Естественно, про любовь. Такая глупая, слюнявая, Но, как, собственно, Это чувство В ранней стадии развития. Мальчик с девочкой дружил, Эта дружба дорожила, Мальчик девочку любил. Но при ближайшем рассмотрении Главная лингвистическая ценность Этой песни состоит в том, Что вам надо, Как говорил Вик Семенович Берковский, Задорными детскими голосами, То есть прямыми, Без всяких, знаете ли, Взрослых условностей, Повторять последние слоги Каждой строчки. Ну, например, там, Мы пришли сегодня здесь, И вы все есть, да? В принципе, поняли, да? Согласен, пример не очень удачный. Николай, я тебе потом расскажу. Значит, песня такая, Значит, сейчас пробуем. Но только, знаете, Все это при, Только вот все. Это такой, знаете, наш, Как сейчас говорят, Месседж в ноу-сферу. Ух ты. Ну, короче, Фейсбук с нами. Мальчик с девочкой дружил. Ай, молодцы, да? Ну, теперь, понимаете, да? Этой самой песней Мы, во-первых, Срываем тенета с покровов. Во-вторых, Мы, наконец-то, говорим То, что думаем, знаете ли, А не то, что слышим, да? Это песня с большим Подтекстом контекстуальным, Понимаете? Узкие русские, да. Песня исполняется на русском языке. Да. Ну, потому что там Тадорадо хаваю, Ю, это, конечно, не смешно. Давайте, Ю. Итак, так твердо, Под детской, так. Мальчик с девочкой дружил. Смел. Этой дружбой дорожил. Смел. До подъезда провожал. Смел. И от радости дрожал. Смел. Мальчик девочку любил. Смел. На подарок ей копил. Смел. И копилку он разбил. Смел. И подарок ей купил. Смел. Чувствуете, как правда вылезает, да? Мальчик был в труде неплох. Смел. Так, не ох, а лох. Вы ж понимаете, что междометие «ох» Оно не отвечает той социально-общественной нагрузке, Которую несет слово «лох». Мальчик был в труде неплох. Лох. Самый лучший из бригад. Лох. Не ловил на службе блох. Лох. Не работал наугад. Лох. А она ждала в саду. Лох. Не у, а ду. На скамейке до утра. Лох. Милый, где ты? Я же жду. Лох. Да не у. А ду. А ра. Понимаете, не ура должно получиться. Все-таки, все-таки, да, да, некое объяснение поступков этой девушки. Дура, мол, дура, дура с думом. Твердый, понимаете. Так. А она ждала в саду. Лох. На скамейке до утра. Лох. Милый, где ты? Я же жду. Лох. Милый, где ты? Приходи, ко мне пора. Лох. И мальчонка приезжал. И девчоночку любил. Она плакала, он ржал. Дура, дура и дебил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это уже все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чем не детская песня? Ну и поскольку уж так хорошо, вы так молодцы, прям вот откликнулись, да? Видно, что, знаете, желание все-таки говорить правду и слышать ее, оно велико, да, вот, да. Да, 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 это черта, конечно, русских только, да. Ну, Николаевич, то, что ты вспоминал. Давай, «Зеленое небо» — тоже детская песня. Во-первых, только дети видят мир, да, вот, многообразие, многоцветие. Или взрослые, впадающие в детство. Когда взрослый впадает в детство? Когда он выпадает из взрослости. Когда он выпадает? Тогда и впадает, понимаете? Вот «Зеленое небо», «Красные облака» — я лично пою... Я, кажется, говорю, в минуты сильнейшего душевного надрыва. «Зеленое небо» и «Красные облака». Но это чисто личное, да. Тоже прямыми детскими голосами надо петь припев. Я всегда говорю, кто знает, поет, кто не знает, поет громко. Песня заряжена. Мы все эзотерики. Рерихнутые. Рерихнутые. Да, общество любителей рерихов. Рерих, да. Однажды я им просто спел эту песню, они сказали, что в ней очень много эзотерического. А народ так зовет «Рерихнутый». Но они, по-моему, сейчас есть еще, да. Но главное достоинство этой песни, что с нами Евгений Николаевич Быков. Как голос. Знаете, проект «Голос» назвали в честь его, кстати. Потому что на дисках, которые продюсирует Лидовича Боксарова, там исполняет такое-то, поет такое-то. А Евгений Быков — «Голос». По волне, не по соленой, по речной, Пароходик, оплывающий свечной, Пароходик, поOL Как положено труба, Над нею дым, Только дым слегка не движет, А над ним… Зелёное небо, красные облака А больше краски не было у чудака Зелёное небо, красные облака А больше краски не было у чудака Вот сейчас звучал слаженный хор ветеранов авторского движения Сопранистые новички как-то терялись Но я думаю, вы поняли, что надо петь И вторая попытка будет куда круче первой Тем более Евгений Калайович загадочно молчит Не время, товарищи! На песочке не на сладком с галечкой Целовались мы украткой с галечкой И зажмуривалась робкая луна И тихонько освещала нам она Зелёное небо, красные облака А больше краски не было у чудака Я купаюсь Я балдею Как же хорошо Пропустил четыре такта На листе Не на кленовом На пустом Кто-то видит Все, что забудется поток Кто-то видит, что прошло Да не забылось С кем-то рядом С кем-то вместе С кем-то ворось Зелёное небо, красные облака А больше краски не было у чудака Зелёное небо, красные облака А больше краски не было у чудака Зелёное небо, красные облака А больше краски не было у чудака Молодцы Молодцы, да Молодцы, сказал он в третий раз Несколько уже удручённо Типа, а чё ж после этого это делать Только танцы остались Катарсис уже наступил Она мне с катарсисом уже наступил Ну это мы закончили детский блок А сколько таких блоков ещё Тараканы остались, я помню А теперь взрослый Взрослый? Формулы многожидательства начали А-а-а Ух ты, Николаевич Блоками так блоками Увесистыми такими отвалками Недавно китаец мне делал массаж Я понял две вещи Когда вот после первого массажа китайского Китаец просто Я понял первое, что я где-то начал понимать женщин Это, между прочим, не так просто И второе, не дай бог сдать в плен за китайцем В плен китайцам Ребята, лучше поканчивать жизнь с самоубийством Неоднократно Это обалденно Не, потом, наверное, да Через неделю Но сначала Это всё Хенде хох Как по-китайскому это не знаю Ну ладно Формула долгожительства российского народа Чисто конкретно нашего Другие не подходят Ломаются Завтра Лучше вчера Да кто ж до завтра Да живёт Колхоз не паш Третий год Цыгане Сперли трактора И не родить не стебель Ко землица Без коровика А мы сидим И водку пьём Как всё допьём Так и умрём А так как всё Нам не допить Так значит Бог Чем долго жить Всё То есть, понимаете, вот эта квинтэссенция Что бы ни происходило Как бы ни происходило Кто бы, что бы ни Мы бессмертны Ибо Что такое живая вата Мы знаем И мы её же производим И употребляем И всё С Новым годом Вот Но чтобы развить эту тему И как-то всё-таки Добавить ей Основательности Я бы сказал Наука ёмкости Какой-то Я бы сказал Да Триптих Триптих? Триптих знаю Триптих Триптих Без одной Триптих без одной Это что-то новая форма такая Ну ладно С какой же ненавистью Водку пьют под солнцем Шахтёры, барды Воспитатели яслей И то, что якобы она выводит стронцы Её не делает прохладней и вкусней Напиток корчится и просится наружу А в горле комом Изумлённая душа И кислый привкус Алюминиевых кружек Живёт во всём Своей устойкостью страша И так в зените Смертоносное светило Те, кто решились Тихо просят Я смотри Глоток Другой И разрывающая сила Бьёт прямо в копчик Извините Изнутри Потом удар такой же силы Прямо в теме Как старт ракеты Типа стингер Воплоти И не дожившее Означенное время Тихонько молит Ох ты, Господи, прости Дрожат ресницы Уши, руки и колени Мозги мягчают Словно пена для бритья Но удивительно Что гадость ощущений Уравновешивает гадость бытия И всё равно Что происходит с селезёнкой И всё равно Кто в Белом доме Кто в Кремле И рельсы бьют По голове легко И звонко И не осталось крыс На нашем корабле И понедельник Начинается в субботу И каждый день Вперёд с утра На бой На труд На солнце водку пить Тяжёлая работа Вот только жаль за это Денег не дают Ну и как бы На другой чашке весов Лежит более, так сказать Надеждное Более такое Светлое произведение Которое начинается С какой же Опять же С каким же Да, вот С этих слов И просто Евгений Николаевич Со своей Великой гитарой Познавшей Всё и вся Выговаривайте вы на меня Грех это В данном случае Это не грех Либо правда Панта не хватает Правда? Николаевич Можешь играть Так вот Оттопырив мизинчик Вообще Слушай, у меня задействован Как-то Ай ты Ну ладно В следующий раз Научимся С каким же Смаком В семь утра Глотают пиво То, что дымится Из-под пробки На ветру Оно вливается Вовнутрь Не торопливо Вечный пленник Хлопотливо Сынуля Режет На баяне Кракояк Ах, почему Ж так быстро Иссякает пиво Ах, почему Ж в этой жизни Всё не так Ах, почему Не знаю Так много Нахлынул Вспомнилось Как-то А я бы вообще 4 января Переименовал В компот Почему Первое, второе, третье И компот Почему Вспомнились Две песни До 14 У меня одна Конца 13 Другая 14 Это Не знаю Почему они вспомнились Вот Кто найдёт Связь между тем Что звучало И этими песнями Тот хороший человек Очень хороший Даже он Не знает Сам об этом Ух ты Перед тем Как спеть песню Которую угадал Евгений Николаевич Свою Две всё-таки Я не знаю Почему Премьер-министр В больнице Вот мне захотелось Всё спеть Значит Это всё из жизни Знаете Премьер-министр В больнице Кто видел живого Премьер-министра По телевизору Неживой По телевизору Неживой Нет Я пытался Раскрашивать телевизор Краски Сохли Медленнее Ну ладно Как-то раз Лежу в больнице Одноног я И не быстро Вдруг Забегали Сестрицы В гости К нам Премьер-министр Дабы Выразить Участие Он заедет Главврачу Мой сосед Сомлел От счастья И повторно Сдал Бачу Набежало Тут народу Стали драйти Весь этаж Санитар Степан Как воду Пил Ц2 Аш-5 О-Аш А проктолог Был в завязке Принял Фенобарбитал И на марлевых Повязках Чем улыбки Резала Туалет Отмыли Чисто Потеря Всего Двоих Десять Опытных Чекистов Закосили Подвольных Пробрались В палату Мирно Постояли На часах И легли По стойке Смирно С пулеметами В трусах А вот И общество Готово В коридоре Тампача Для приветственного Слова Рот открыт У главврача И заходит Тут охрана Все на вычешку Стоят Два Полотных Таракана Тоже Встали С нами Вряд А вот И он Костюмчик Синий Да В бюджете Есть Дыра Но Жива Еще Россия Мы В ответ Ура Он Без Нанотехнологий Мы В натуре Ну Никак Он Заботы И Тревог Мы Не Нанотащак Он Коррупцию Как Грелку Мы Ты Только Укажи Он Бывают Недоделки Мы Да Ладно Не Бомжи И О деле Все О деле Санитар Степан Затич Тараканы Улетели Крылья Выросли У них Главный Врач В ответ Заплакал И Сказал В обратку Речь Эду Греб Зарплату Мы Кастями Готовы Лечь Нам Были Лишь Побольше Грантов И Появится Просвет Тут Двое Ампутантов Спели Песню О Москве Москва Звонят Колоколад Он Дал Ценный Совет Гречу Дали На Обед Как Хорошая Примета Засорил Стуале Все Ушили В палаты Рано После Дождь Праздничка Приврав И Вернулись Тараканы Где-то Крылья Потерял Звонят Колокола Ну там было Ц2H5OH Так что Продолжаем Да Ну а следующее Это вот Написалось Я думаю Что приличные люди Населяющие Насыщающие Сегодня этот зал Знают Это Французское имя Дюкан Че Нешие Не пугайте Меня Человек Удачно Задуривший Весь мир Когда там На 5 килограммах Худеешь За секунду Минут 40 Дюкан Ну что Это Книга Там Все Дюкануты Я сам Не дюканщик Нет Так Слово Мы тоже Вспоминаем С трудом Но сейчас Дюкан У нас Слово Пока Да Намек Понял Значит Дюкан Это Единственное Что я вынес Из его философии Мне очень понравилось Это надо много пить Чтобы похудеть Надо много пить И закусывать О трубями Все Он не указал Что надо много пить Некоторые наивные Думают Что воды Вспомнил себе Укладывается Это обман Да Это наша национальная идея Да Валовый продукт Вот Ну и для тех Кто не знает Дюкана лично Объясняю Что такое Эффект Йо-йо Эффект Йо-йо Это классная штука Это Быстрый набор веса После кратковременной Его потери Типа Сел на Дюкана Похудел на 200 грамм С Дюкана Встал Поправился Килограммов на 8 Минут за 7 Все из жизни Получается Вот так же Просто Моя тут как-то Учудила Я кстати Был тогда Не пьян Сказала Знаешь Что Чудила Мой идеал Теперь Дюкан Мне жить с тобою Не с руки Ты не влезаешь В ползунки Которые носил В яслях И ох и ах Я ей сказал Какого хрена Иди Ищи себе Масла Она сказала Непременно И ла-ла-ла И бла-ла-ла Короче Господи Прости Мне мозг Проели до кости И в горле Комом Стало снить Я стал худеть Меня кормили Отрубями А если я их плохо ел Она уйти грозилась К маме О, как я этого хотел Я днем худел Как мартикот А ночью все наоборот Поскольку ночью брал Свою Эффект Ю-Йо Я через месяц Обессилю Забыл Когда с друзьями пью Меня без всяческих усилий Сквозняк по комнатам носил Сказал себе Я задний ход На помощь Надо звать народ И я вернулся В экипаж В родной гараж Мы там худеем По дюкану С утра стакан В обед стакан Под вечер Врежешь два стакана И сразу похрен Тот дюкан Жить стал Сразу веселее Чтоб похудеть Побольше петь И мы дюканем до утра Ура, 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 ура Вот сейчас надо, да Нет, резко надо Вот все это, да И все это Слово имху на... Нет, с этого же диска Но не имху Вот Песня, у которой Два эпиграфа Анна Ахматова Мурка, не ходи, там сыч На подушке вышит Мурка, серый, не мурлыч Дедушка услышит Няня, не горит свеча И скребутся мыши Я боюсь того сыча Для чего он вышит? И Александр Галич Но мучительно и странно Все одна Дребежит струна Повела тропинка криво Дребежит струна Птица сыч Кричит тоскливо Значит, ночь темна За недальним поворотом Прячется ли шаг И бормочет привороты Грешная душа Эх, накрыла Ноченька меня Я давно бы ускакал Да нет коня Эй, эй Эй, эй Как царица-маланица Огонь метнет А лес черный, а лес мертвый Тот огонь и пожет А и как горючие слезы Древы окоропят Древы темные Да мертвые горят Эй, эй Тот огонь пусть разгорается Да сама горит А и злобу, и хворобу Все испепелит А недобрые пересуды Пропадут о вагоне И останется спокойствие во мне Эй, эй 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 Не по мне все это, брат Ни дорог, ни троп Надо, надо выбираться Из глухих чещок Только лес тот заколдован Некуда идти Мне бы только вспомнить слово Душу вывести Заглубились чьи-то тени Там и тут Убежал Только ноги не идут Эй 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 Скини-кини волосок И пусть летит на восток Пусть летит на восток Туда, где исток Где исток ручья Где начало-начал Где земля ничья Где сыч кричал А в какой лесок Прилетит волосок А на какой листок Упадет волосок Там слеза твоя Упадет с лица Там печаль твоя Успокоится Бурелому нету края Да прогни лагать Знать, судьба у нас такая Круголя давать Да и жизнь у нас такая Ох, безумная Вывози меня, родная Шестиструнная Ну давай, да Вот мучительно странно Дребежит и дребежит Одна струна Эй 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 Они как-то так вот вместе идут Сейчас эти песни для меня Это вот, скажем так Одна из последних песен Под подсолнечным масляным небом По звенящей дороге ночной Два вола Запряженные Хлеб Обделенные хлебом Задевают за звезды Копной Воз ползет Мимо старых Погостов Мимо памяти Старый ползет И погонщик И погонщик И погонщик грузин Гия Носталь За унывную Песенью поет Ни двора Ни кола Только воздвавала Да с ума Да с ума Скаменелой Землей Больше в ней Ни шиша Лиже боляная Душа Да сердечко Совросший Стрелой Вновь и вновь Приглашает Дорога Повернуть Неизвестно Куда А направо Ворота Острога А налево Такая Беда И взлетает И взлетает Под небо Монета А по небу Планетный парад Воз вращается Вместе с планетой Каждый раз Каждый раз Возвращаясь Назад Ни двора Ни кола Только воздвавала Да с ума Скаменела Земля Денег в ней Ни гроша Лиже боляная Душа Да сердечко Собросшая Стрелой Ты 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 А вокруг Сверху вниз Только звезды Огоньками Мерцают Вдали И Дорога Впитавшая Слезы Вновь Рисует Гораницы Земли И Плетется Тот Воз Непрекаян По Прямой Через Север Наю И Сменяются Годы Веками И Никак Не Закончится Закру Закру АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗАСТАВА И КАЙМЕНТЫ И ДОГОРАВИТ Сигарет пальцы жжет Но в пепельницах битых тараканов В ванной комнате давно вода течет Дай-то Бог, чтоб хоть текла она из крана А вот и нет, видать, что верхний мой сосед Утопился, если брать размер потека Так и капает седьмой десяток лет Может, с запада, а может, и с востока В серебристой малой рыбке юность буйная прошла Лишь торчат в трясине зыбкой два потерянных крыла И тик-так, тик-так, титаник лег на дно спокойно жить Да мопит, все манит, манит, хочет переворожить Да мопит, все манит, манит, как заманит, так обманит Обвалилась штукатурка Боткина По стене размыты трещины змеятся Это ж только с виду вроде бы стена Это ж только с виду хочется смеяться Загорает сигарета, пальцы жжет В голове от тараканов тесновато Тихо капают года и жизнь течет А вода, она ни в чем не виновата В серебристой малой рыбке юность буйная прошла Лишь торчат в трясине зыбкой два потерянных крыла И тик-так, тик-так, будильник не захочет разбудить Где ж дружок мой собутыльник, чтоб напиться и забыть Чтоб напиться, биться, биться, он что-то и приснится Загорает сигарета, пальцы жжет Много в пепельнице битых тараканов Ну и уж, извините, песня, без которой обойтись, ну никак нельзя, особенно 30-го числа. На стыках громохая, не спеша, бредет по рельсам желтенький трамвайчик, в вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. В вагоне дремлет золотистый зайчик, святая безбилетная душа. За пыльным, поцарапанным окном бесшумное мелькание предметов. Ждущего народа, но наш трамвайчик не забавляет хода. В вагоне только зайчик, ты и я. Но наш трамвайчик не забавляет хода, в вагоне только зайчик, ты и я. Мелькнет в толпе знакомое лицо и растворится в жизни быстротеченной. И вроде бы немного до конечной, но снова начинается кольцо. И снова возвращение печать, лежит на стеклах трещина паутиной. И снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что никак не поменять. И снова путь неимоверно длинный, и рельсы, что уже не поменять. И постепенно, замедляя ход, слегка искрящий, жёлтенький трамвайчик, Придёт туда, где неуклюжий мальчик, Опять за три копейки счастья ждёт. Придёт туда, где неуклюжий мальчик, Опять за три копейки счастья ждёт. Вот сейчас страничка классической музыки «Ибо все мы не чуждые». Я вот прямо ощущаю, что любители Амоля здесь собрались. Сейчас мы разгонимся, прежде чем то, собственно, к чему мы год готовились, будет сейчас исполнено. Знаете, воскрешение прошлого – это ответственная часть, ответственная вещь, к ней надо готовиться. А пока просто так разомнёмся последними остатками, да, глотки. Значит, посвящение классическим музыкантам, я знаю, да. Симфонический оркестр уезжает на гастроли, И на это время в яму запускают караси. Караси живут нетесно, размножаются в неволе, И прекрасно обживают свой искусственный бассейн. Вот икринки заметались там, где раньше били в бубен. Вот мальки засеребрились, где звучала нота «Ля». Вот здоровый карасина распахал тугие губы На живущего в Кюпитре удалого на тыля. На другом краю планеты, типа во Владивостоке, Симфонический оркестр методично режет столу. Кромбонист непохмелённый, парень, в общем, нежестокий, Выдаёт такую гамму, что захватывает дух. Возмущённая скрипачка, осознав в себе задержку, Всё глядит на дирижёра, но, простите, как же так? Дирижёру не до грязи, он трактует очень дерзко, Растворяясь в каждом звуке, погружаясь в каждый танк. Месяц-два, ещё неделька, вот и кончились гастроли, Симфонический оркестр поспешает на вокзал. Позади больная печень и фальшивые бемоли, Впереди домашний супчик и витком набитый зал. Всё проходит время лечи, а вот и кончились мучения. Трамбонист, отпившись пивом, снова губы раскатал. И скрипачка с дирижёром продолжают обучение, И удары на духовые снова гибнут за металл. И премьера, город в шоке, все раскуплены билеты, Творщик, Светана, Беллини, Букстахуды, Дебюсси. Но народа в зале нету, потому как все в буфете, Где ж в ворчащем сметане выступают караси. И запомни, добрый зритель, если тянешься ты к свету, То духовные шатания безусловно хороши, То для полного, для счастья для себя составь ты смету, Не со смета дай сметана для желудков и души. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Альт Ну а сейчас, собственно, Начинается момент истины Знаете, вот В каждом закаленном стекле Есть точка, да, куда там щелкни Оно рассыпется Вот сейчас вот Та самая точка Я буду исполнять классическое Наиклассичнейшее из произведений Значит, когда-то было время Мы с Евгением Николаевичем Играли Вернее, я играл Евгений Николаевич подыгрывал Как водится Первый премия второй фторы, знаете ли, да. Это переложение для гитар каких-то других музыкальных инструментов. Я уже в памяти теряется, все. В общем, маленький ликбез такой, маленький экскурс в мус-литературу. Значит, в свое время в своей, как говорится, стране, в своем, так сказать, ареале обитания жил, так сказать, композитор Монти, понимаете ли. И в свое время он сподобился написать, значит, по мотивам известной венгерской народной песни без слов. Он написал произведение Чардаш. Чардаш Монти, Монти Чардаш, это слово сочетание мы слышали давно и слышим всегда, знаете, чуть ли не на похоронах играют уже эту известную мелодию. Но мало кто знает, под каким, скажем так, морально-этическим спудом написано это произведение. Во-первых, произведение трехчастное. Не, я не повторю, не надо. Потому-ка я уже забыл, что я говорил до того. Значит, произведение написано в трех частях. Первое «Аллегра нонтроупа» называется и рассказывается о том, как подневольные австро-венгерские, знаете ли, низшие классы угнетаются австро-венгерскими высшими классами. Они практически со скоростью вентилятора бегают по буковому лесу, гоняясь друг за другом с дрекольем. Понимаете, это, собственно, теме борьбы австро-венгерского народа просто против австро-венгерского игоря посвящена первая часть. Забыл, как ее называть. Вторая, вторая «Анданте кон мотто». Это требует особого перевода. Желающие могут зайти в социальные сети, спросить и получат много разных интересных ответов. Вторая посвящена теме размышления бегающих по буковому лесу народов о смысле жизни, о бытие, откуда, куда, за что. Третья тема это беспримерное модератное состенуто с такими, я бы сказал, прендуиндансатонтовыми вставками, знаете ли. Это все по черненьким, по черненьким. Такая пентаотоника, знаете, развития. Она рассказывает о том, что наступает, собственно, момент истины для этих народов, бегающих по буковому лесу, тут же приходит лесник, и нахрен кедринфея всех оттуда выгоняет. Лес чист, собственно, вот на такой надежной высокой ноте и заканчивается чардаш Монти. Монти в своем чардаше. Хотел сказать то, что вы сейчас услышите, что сделает Леонид Александрович Сергеев, исполняя это классичнейшее произведение. Я очень долго тренировался, репетировал, знаете ли, аппликатура правой руки. Я думаю, что классические музыканты, присутствующие здесь в огромном количестве, понимают, о чем идет речь. Евгений Николаевич Быков скромно взялся саккомпанировать. Итак, Монти, чардаш, переложение для полутора гитар с одним солистом. Как солисты приветствуют в консерваторе. Все нормальные классические музыканты полчаса настраиваются перед концертом. Глубок, в буфет можете сходить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Композитор написал два раза это место Субтитры подогнал «Симон» И Вот это самое трудное место пошло, блин! Очень быстро Техника нужна! Два раза опять! Субтитры подогнал «Симон» Друзья, не ожидал! Спасибо! Аккомпанировал Евгений Быков Спасибо, маэстро, да! Понимаете, да, каким-то боком авторской песни все-таки вклинивается в классическую музыку, но чтоб настолько! Да, просто хочется минуту молчания объявить после этой композиции, вот много лет мы уже не играли, да, ну как-то да, хотя пассаж в середине, Евгений Николаевич, с авторским уходом мне понравился! Неплохо, да, неплохо, да! Я слышал даже наверху какое-то кручение! Это композитор Монти, знаете, вентилятор с... да! Ну ладно! Удивите нас, Либертенши! Дальше что? А я не знаю, что дальше что? Мне это нравится, да, вот так же он, понимаете, я выплеснулся в этом, в этой песне без слов, понимаете, дальше что? Удивите, удивите! Сонеты! Сонеты! А, между прочим, хорошая вещь, да, у Шекспира особенно! Конечно, когда почитаешь Шекспира свои, то не очень хочется, но это так, ладно, без всякого ложного кокетства. Давай начнем сонет на стихи Евгения Свекольникова. Как-то мне понравилась вот эта форма. Четырнадцать строк, и все сказано. Поверьте, не стоит у входа толпиться О льготных местах ни к чему разговорить. И незачем право сюда торопиться, Как время придет, пригласит контролер. Вон там, за витриной, Руками не трогать, Беспечного детства горит береза. А в молодость света какого дорога? Пожалуй, точь-в-точь, Как любимых глазах, Любимых глазах. Коричневым зрелось в солидной оправе, Висок серебрится рассветным лучом. И серую старость, что дремлет в дубраре, Разбудится нет. Ты не вспомнишь о чем? Еще не закрыта тетрадь на пюпитере, И есть еще яркие краски в палитре. Потом такая уже из наших собственных воззрений, значит, такой сонет. Пока он еще в стихотворной форме существует. Не знаю, устанет ли он песня, не знаю. Бродя по улицам страны, Найди негромкий переулок, Где босоноги пацаны И запах самопечных булок, Где в огнедышащий народ К колонке утром припадает, Где по утрам Наждачный род К колонке с жизнью припадает, А сердоболящий народ Все понимает, понимает. Он и тебя с тоскою Струн поймет, И вынет четвертинку, А третьим будет кот Баюн, Подставив шелковую спинку, И ты, поплакав, ляжешь спать, Чтоб утром в жадную жизнь глотать. Ну и такой осенний сонет. Пересчитает листопад Последней осени приметы И красно-желтые приветы Пошлет по ветру старый сад Недоопавшая листва Попутный ветер ожидает, А он все на подлете тает, Касаясь листопад Кому-то, впрочем, повезет. Подхвачен краешком потока Он в небесах взлетит высоко И в небе встретит птичий лед И с ним умчит куда-то вдаль, Забыв осеннюю печаль. За окошком ветер бродит, Гонит листья в хоровод, Говорит, что все проходит, Говорит, что все пройдет, Только я ему не верю, Он обманет, улетит. Закрываю плотно двери, Он в окошко мне стучит. Вместе с ветром бродит вечер, В дверь просовывая тень, Говорит, что он не вечер, Говорит, что будет день, И рассветным утром аны Разлетятся страхи прочь, Но сначала, но сначала, Но сначала будет ночь. А в углу, конечно, свечка, Ну какой без свечки вид, Свечка тоже ведь не вечена, И по этому копки. И сверчок часы заводит, Что-то зная наперед, Так и жизнь все ходит, Ходит и проходит, И пройдет. И сверчок часы заводит, Что-то зная наперед, Так и жизнь все ходит, Ходит и проходит. И сверчок часы заводит, По дороге быстротечной На лошадке типа лас Мимо станции конечной Удаляюсь я от вас Полугрешный, полусвятый Чистокровно сам не свой Ох, ребятушки, ребята Долго еду я домой Где тот дом, кто в доме том Горит очаг, трещит свеча Там у огня сидит родня Сидит родня И живет и меня Незнакомая дорога От восхода на закат Говорят уже немного А чего не говорят Позабыв свои обиды В прежней сутолоке дня Приглашают голды гиды На экскурсию во меня А где тот я, где песня моя Она на том, что где-то дом К раму огня Сидит родня Сидит родня Сидит родня И живет и меня Дважды два, всегда четыре Хоть умножить, хоть сложить Есть надежда в этом мире Значит, будем в мире жить Но пока в душе тревога И не виден поворот Продолжается дорога От заката на восток И будет дождь И будет снег И будет тень И будет ревет Но знаю я Что у огня Сидит родня И живет и меня Но знаю я Что у огня Сидит родня И живет и меня Вы молодцы Спасибо вам огромное С наступающим Здоровья Самое главное Здоровья И встретимся еще не раз И с нами Будет Евгений Быков Спасибо ему Спасибо С наступающим Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok